Добрый день, меня зовут Карякин Нарьяна, ученица 5-го Б-класса Майонской Сочи имени Владимира Петровича Ларьева. Тема моего доклада – исследование качества молока. Гипотезы исследования в молоке о продаваемых магазинах могут содержаться примеси, которые не указаны на упаковке. В предмете исследования степи разбавлены воды и наличие примесей в молоке и их соответствия указанному на упаковке составу. Наше исследование проводилось 4 этапа. На первой этапе зачистки электрическую часть и была выбранная методика для проведения эксперимента. Объектами исследования стали 4 марки молока. Молоко – домашнее, 4,2%. Молоко – полдель, 3,5%. Молоко – полдель, 2,5%. Молоко – полдель, 2,5%. Молоко – полдель, 2,5%. Молоко – большая брошка, 2,5% жилостей. На второй этапе проводился анализ молока, а также их степень в соответствии с составом, указанным на упаковке. На третьей этапе провели химический эксперимент по выявлению примесей. На четвертой этапе обрабатывались полученные результаты, сделали выводы и оформили работу. Все молоко, которое мы брали, оказалось хорошими, без примесей. Эти марки молока можно потреблять в пищу. В отрыве молока большая брошка была разбавлена водой, а в образец молока надо было добавлено сухой молокой. А также в рассыне содержат крахмал, мел и пальма масла. Домашнее молоко по всем параметрам приходит для употребления в пищу, но в нем могут содержаться болезни в водные микроорганизмы. Следовательно, такое молоко обязательно нужно кипятить, и в конце можно сделать следующий выбор. Молоко является полезным и необходимым пищевым продуктом. Молоко состоит только из материальных веществ, белков, жиров, углеводов и витаминах. Все образцы соответствуют требованиям по госту из исследованных образцов, кроме крови молока. Для употребления больше всех подходит молоко в полдень. Всегда полезно употреблять натуральное молоко, если покупаете молоко в магазине. Обращайте внимание на упаковку и что там написано в составе. Спасибо за внимание.